Должен быть четкий график постоянного циклического запуска новых товаров. Новый товар, новый товар, запуск, 5-10 продаж, новый товар. Доброго времени суток, дорогие друзья. На связи AmazonExpert. Сегодня мы будем смотреть вебинар о трех стратегиях ведения бизнеса на площадке Amazon. Ведущий назад, участник нашего закрытого Amazon-сообщества, Amazon-предприниматель с оборотом более чем в 1 миллион долларов в месяц. Итак, поехали. Значит, стратегия номер один, она заключается в том, чтобы выводить как можно большее количество товаров за короткий период и с целью продавать каждый из товаров на уровне 5-10 штук в день. Эта стратегия менее рискованная, так как цель ее постоянно выводить новые товары, и через какое-то время их увеличивается, и если какая-то проблема с ним товаром, то это не сильно влияет на бизнес в целом. Для того, чтобы в этой стратегии себя чувствовать комфортно и уверенно, есть тоже свои определенные правила. Они звучат следующим образом. Надо все время быть сфокусированным на запуске нового товара. Это номер один, это самое важное. Важно здесь не зацикливаться на том, что товар там плохо продается, или там хотелось бы больше, или там надо упаковку изменить. Нет, должен быть четкий график постоянного циклического запуска новых товаров. Новый товар, новый товар, запуск, 5-10 продаж, новый товар и так дальше. Для этой стратегии также важно выбирать простые товары, не запускать, и простые товары, не сложные, то есть имеется в виду не электронику или не те товары, которые там имеют много частей, потому что таким товарам приходится уделять очень много внимания. Это забирает очень много усилий и времени, поэтому важно выбирать те товары, на которые не надо будет тратить много времени. Конечно же, в этой стратегии ни в коем случае не надо рассматривать трендовые товары. Не надо тратить усилия на разработку каждого товара, на крутую упаковку, на фотографии, на все остальное. И в этой стратегии не обязательно также уделять много внимания бренду, хотя это тоже очень субъективно, потому что эти товары могут быть совершенно с разных категорий, и они могут не составлять какую-то одну линейку продуктов. Стратегия номер два – это стратегия, в которой требуется глубокая проработка товара, и цель этой стратегии – это вывод товаров на уровень 5-100 или даже больше единиц в день. То есть это, по сути, стратегия бестселлера. Здесь, наоборот, эта стратегия, конечно же, более рискованная, но у нее есть свои преимущества – можно на одном товаре зарабатывать намного больше. Чтобы в этой стратегии быть успешным, надо полностью погружаться в создание каждого нового товара, уделять этому очень много внимания. Это не так просто на самом деле. Надо вмкать во все детали. Надо также очень хорошо разбираться в нише, в которую вы собираетесь войти. Надо очень хорошо анализировать всех конкурентов, и их товары, и их проблемы. Лучше всего, конечно, по такой стратегии выбирать товары, как раз наоборот, более сложные. То есть те товары, которые вы можете модифицировать, которые вы можете разнообразить, вы можете поменять дизайн, вы можете с помощью этого больше выделиться, стать более уникальным. Товар также должен в этой стратегии. Задача товара в этой стратегии – это, конечно же, закрывать как можно большое количество проблем, которые имеют товары конкурентов. И важно очень отличаться своим дизайном от других. Уделять внимание построению бренда в этой стратегии, конечно же, будет лучше всего, потому что каждому товару, уделяя внимание, вы уделяете, по сути, внимание самому бренду. И когда строить цепочку товаров, то в итоге получается очень мощный бренд. И стратегия 3 – это стратегия трендов, можно ее так назвать. Это стратегия, которая самая рискованная, самая небезопасная. Чтобы в этой стратегии хорошо себя чувствовать, надо отдавать себе очень отчет, надо владеть информацией, очень хорошо разбираться в новинках, в трендовых товарах, надо уметь различать эти тренды. Надо уметь анализировать рынки, действовать быстро и хладнокровно. То есть важно, чтобы при момент, когда вы находите такой тренд, недолго раздумывать и наоборот очень быстро действовать. Сейчас, прошу прощения. Ближе. При такой стратегии, конечно, тоже важно заходить сразу с большим количеством товаров. Может, даже и с целым модельным рядом. И в этой нише, конечно же, тяжело развивать бренд, поскольку все трендовые товары очень быстро умирают, у них заканчиваются сроки. Как вам, новичкам или тем, кто же торгует, понять, какая стратегия более подходящая для вас? Все на самом деле очень просто. Надо отталкиваться от того, как вы относитесь к работе в принципе. То есть если вы чувствуете, что не хотите заморачиваться на каждом товаре, не хотите уделять каждому товару много внимания, то это явно не бестселлер товар. Вам нравится больше стабильный оборот, стабильное наращивание каталога товаров, то вам, конечно же, надо обратить внимание на стратегию номер один. Когда вы стабильно запускаете один, второй, третий и последующий товар с целью зарабатывать или продавать 5-10 штук. Не переживать по поводу того, что у вас там нету больших оборотов или там больших продаж конкретно с одного товара. У вас в целом на аккаунте очень хороший оборот. Если вы, наоборот, знаете, что вы педант по натуре, вы очень любите уделять внимание мелочам, и вас очень вдохновляет идея иметь товар-бестселлер, или вы очень любите детализировать все вещи и уделять внимание каждому этапу, то вам, конечно, нужно присмотреться к стратегии номер два, стратегии бестселлера. И если вы чувствуете, что вы авантюрист, что вас очень заводит, когда вы только одна мысль об адреналине, то, конечно же, вам лучше всего подойдет стратегия номер три, это стратегия трендовых товаров. Но в этой стратегии, конечно, я же не рекомендую новичкам, потому что эта стратегия достаточно опасная, она требует уже каких-то навыков, каких-то знаний. Всем привет, меня зовут Чосов Кэш, и сегодня я вас хочу всех пригласить на онлайн интенсив. Каждые три месяца мы с Игорем Кустовым проводим онлайн интенсивы, где мы даем полный алгоритм по запуску бизнеса на Амазоне. Уже несколько тысяч человек прошли программы интенсивов, часть из них запустили самостоятельно, часть из них присоединились к массе группам. В этом году мы решили изменить формат интенсива. Информации стало так много, что мы впервые решили провести его в трехдневном формате. Больше не нужно прилипать к креслу на шесть часов, как это было в последний раз. Теперь это будет менее утомительно и более насыщенно. У вас будет возможность переваривать всю полученную информацию, а у нас с Игорем будет возможность отвечать на большее количество вопросов. Не забывайте, что после прохождения интенсива вы не остаетесь один на один с вашим бизнесом. Вы становитесь частью закрытого сообщества, получаете полный доступ ко всем накопленным знаниям. Также у вас будет возможность задавать вопросы в группе закрытого сообщества и общаться с предпринимателями, которые уже запустились на Амазоне или которые запускаются вместе с вами. Ребят, Амазон продолжает расти огромными темпами и вместе с этим растут наши с вами возможности. Поэтому регистрируйтесь и мы вас ждем на предстоящем. Все ссылки на новый интенсив под видео в описании. Также зарегистрируйте карту Paynear заранее, поскольку идти на попочтек вам будет от нескольких недель до месяца. А она очень необходима для регистрации вашего аккаунта продавца на Амазон. Без нее вы не сможете получить этот аккаунт. Итак, мы посмотрели вебинар «Три стратегии ведения бизнеса на Амазон» от предпринимателя с миллионным оборотом Назара, ученика Игоря Кустова и Джозефа Кэша. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их под видео в комментарии и мы постараемся на все на них ответить. Спасибо вам за внимание. На связи был Амазон Эксперт. До скорых встреч и удачи в бизнесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин